Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать разбор 30 главы этой книги. В этой главе 31 стих. Глава начинается с печальных слов «О ныне». В 29 главе Иов вспоминал, как он жил, каким он был счастливым человеком в личной, семейной и общественной жизни. А здесь «О ныне». Здесь описываются бедствия, которые постигли Иова. Как в предыдущей главе описывалось его процветание. Первое. С 1 по 14 стих говорится о том, что он жил в большом почете, а теперь был опозорен. Теперь его поносили даже самые презренные люди, хотя раньше восхваляли самые великие люди его, когда видели. Этот факт он особенно подчеркивал с 1 по 14 стих. Далее. Иов имел внутреннее утешение и радость, а теперь стал ужасом и бременем для самого себя. Об этом 15-16 стих. «Скорбь переполняла его, 28 по 31. Он долгое время наслаждался крепким здоровьем, а теперь заболел и страдал от боли». Об этом 17-й и 18-й стих, с 29 по 30-й. «Было время, когда тайна Божия была с ним, но теперь его общение с небесами прервалось». Об этом с 19 по 22 стих. То есть теперь он не мог понять, что происходит. «Он рассчитывал долго жить, но теперь увидел смерть у своей двери». Об этом 23-й стих. «Он упоминает один факт, который усугубил его страдания и поразил, когда он искал мира. Но две вещи принесли ему некоторое облегчение. Первое. Понимание того, что эти беды не последуют за ним в могилу». Об этом 24-й стих. Второе. «Его совесть свидетельствовала в его пользу, что во дни процветания он сочувствовал людям в беде». Об этом 25-й стих. Итак, первый раздел данной главы с 1 по 14 стих. Иов вспоминает, как он жил в большом почете, а теперь был опозорен. Теперь его поносили даже самые презренные люди, хотя раньше его восхваляли самые достойные люди. И этот факт, он очень тяжело переживает, потому что презренные люди, которые стали теперь поносить его, они были всегда в зоне его социального внимания. Он именно заботился о таких людях. И мы читаем «О ныне», то есть как бы продолжается повествование 29-й главы, и на контрасте того, что там было сказано, он восклицает «О ныне смеются надо мною, младшие меня летами». Если раньше юноши прятались от него, потому что боялись, может быть, своим неопрятным видом даже оскорбить его, «Смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить сами в стад моих». Конечно, это эвфемизм, распространенный эвфемизм, который не является характеристикой его. И сила рук их, к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные Они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подли кустов и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвенных потоках, в ущельях земли и утесов, ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Отребья земли, это по-еврейски, скорее всего, эмха-аретс, то есть люди земли, люди праха. То есть Иов показывает, на каком уровне он сам оказался. Теперь эти люди, эмха-аретс, люди земли, они поносят его. Люди без имени, которых он раньше оберегал, о которых он раньше заботился. Есть предание, которое мы уже касались, что дворец Иова был таким, что был вход для бедных людей. И был вход для тех, которые были богаты и недавно разорились. Им было стыдно становиться в очередь за милостыню рядом с бедняками. И для таких был отдельный даже вход, чтобы они без стыда могли войти во дворец Иова и получить поддержку. Иов страдает несправедливо с точки зрения его представления о действии и о воздаянии за действия. И он хочет понять, почему Бог это все ему попускает. Люди стремятся к благу, люди стремятся к счастью, но иногда они достигают все это незаконным путем. В результате переворотов, революционных потрясений, которые не приносят блага на самом деле, а именно завлекают людей в разные социальные ловушки. Некогда Владимир Сергеевич Соловьев писал «Если революционное движение и разрушило многое, чему надлежало быть разрушенным, если оно унесло с собою и навсегда много неправд, то все же попытка создать общественный порядок, основанное на справедливости, эта попытка потерпела жалкое крушение». Действительно, каждое революционное движение что-то обещает, а жизнь превращается в хаос. Соловьев продолжает. «Справедливость есть лишь практическое выражение истины, ее приложение, а точка отправления революционного движения была ложной». То есть точка отправления любого революционного движения, она ложна. «Утверждение прав человека, чтобы стать положительным началом общественного переустройства, требовало прежде всего установления истинной идеи человека. Как представляли себе эту последнюю республиканцы, например, известно, они видели и понимали в человеке лишь отвлеченную индивидуальность, умопостигаемое существо, лишенное всякого положительного содержания. Я не ставлю себе задачей разоблачения внутреннего противоречия этого революционного индивидуализма с тем, чтобы показать, как отвлеченный человек внезапно превратился, то есть в результате буржуазной революции, в не менее отвлеченного гражданина, как свободный и властный индивид роковым образом оказался рабом и беззащитной жертвой державного государства или нации, то есть шайки темных личностей, вынесенных революционным водоворотом на поверхность общественной жизни и освилипевших от осознания своего внутреннего ничтожества. Любые революционные потрясения, процессы, они всегда наверх выносят некую такую грязную накипь, которая возглавляет последующие процессы. И напротив, когда история народа, страны осуществляется без революционных потрясений и неважно, какие революции, то ли это социалистическая революция, большевистская революция или буржуазная революция, как в 1991 году, всегда пенящимися срамотами приходят совершенно случайные люди к власти и освилипев от осознания своего внутреннего ничтожества, они начинают творить страшные вещи. И вот Иов не был таким человеком, который шел путем потрясений, он подчиняет свою жизнь воле Бога, его законам, тем органическим предписаниям и правилам, которые нельзя не исполнять, ибо любой грех, тем более социально значимый, он суицидален. Если личный грех, он суицидален для личности, то социально значимые проступки и преступления имеют коллективное значение. Девятый стих и далее. «Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их». То есть Иов жил интересами этих людей, теперь он стал содержанием их песен и пищей для их разговоров, ну, скажем так, анекдотов, шуток и пересудов. «Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать перед лицом моим, так как он, то есть он – это Господь, так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду перед лицем моим». Повод – это имеется в виду, Бог перестал управлять мною, руководить мною, и я сбился с пути. «С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника, то есть им не нужен был помощник, чтобы навредить мне, они все делали сами с общего согласия. «Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом шумом бросились на меня». Вот здесь нельзя вспомнить того, что святой царь Старстотерпец Николай II родился в день Иова Многострадального. Того самого Иова, который описывает, как голодьба, те МХ Орец, люди земли, они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, пролом – это какое-то революционное потрясение, шумом бросились на меня. Иов – это человек, который потерял все, и почти на его глазах погибло все его семейство, и это был знак. Может быть, тогда, когда родился Николай II, именно в этот день, мало кто придал значение тому, что это день Иова Многострадального, но это было некое предзнаменование от Господа. В православной толковой Библии говорится, «И ничто не препятствует им в этом, они устремляются на Иова, как воины на осаждаемый город, после того, как в его стенах сделан широкий пролом, шумом бросились на меня, точнее, среди обломков, разрушающихся стен, они низвергаются». То есть только отметили трехсотлетие дома Романовых, прошло несколько лет, и все рухнуло в никуда, в небытие, и озверевшее от осознания своего ничтожества вот эта накипь, осознав свою власть, они осуществляли террор. И это характеристика каждой революции. Далее с 15 по 16 стих говорится о том, как Иов имел внутреннее утешение и радость, а теперь стал ужасом и бременем для самого себя. «Ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако, и ныне изливается душа моя во мне». Изливается, то есть она как бы выливается, как воду, когда несешь ее в руках, ее трудно удержать. «Дни скорби объяли, меня». Вспоминается нахождение царской семьи в Томске, потом в Екатеринбурге, первые дни их ареста в царском селе, когда ими руководили, ими господствовали, направляли их, чего можно, чего нельзя, какая-то голодьба. Далее, 17 по 18 стих, Иов рассуждает, что он долгое время наслаждался крепким здоровьем, а теперь заболел и страдает от боли. «Ночью ноют во мне кости мои». Ночь – это время для индивидуального отдыха. «И когда кости буквально ноют в теле человека, это приносит ему беспокойство. «И жилы мои не имеют покоя», может быть, судороги сводили его, «с великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня». Все неудобно. Неудобно одеть одежду, неудобно снять одежду. Как один пожилой человек, он жаловался мне, что раньше ему было тяжело ходить, но теперь ему не менее тяжело стоять. Раньше он отдыхал, когда он лежал, спал. Ему тяжело лежать, как будто пролежни какие-то, он переворачивается с одной стороны на другую. Тяжело стало даже пойти себе что-то приготовить, поесть. Тяжело почистить зубы. У него постоянно трясется рука. Он говорил, что тяжело все. Тяжело сходить в туалет, тяжело сходить в поликлинику, тяжело сдать анализы, тяжело все. И на фоне того, что когда-то все было отлично в жизни, это отличие в прошлом только усиливает боль. Каждый низверженный монарх, а Иов больше, чем царь, его авторитет был выше авторитета сарим, то есть князей. Таким людям тяжело все это переносить. Далее. Иов рассуждает, что было время, когда тайна Божия была с ним, но теперь его общение с небесами прервалось. 19 по 22 стих. То есть раньше он знал, почему Бог делает это, почему Бог делает это. все логически укладывалось в его религиозную концепцию. И вдруг происходит что-то такое, что ни во что и никак не укладывается, что противоречит, казалось бы, тому, в чем человек был уверен именно относительно своей религии. и Иов восклицает, он, то есть Бог, он бросил меня в грязь. Я стал как прах и пепел. И вот я сейчас вспоминаю, что происходит с Украинской Православной Церковью. Это великая церковь, это огромная церковь. Это лавры, это монастыри, это храмы. И она идет путем Иова. Он бросил меня в грязь. И я стал как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне, стою, а ты только смотришь на меня. Небеса как бы замкнулись. Небо больше не отвечает на вопросы Иова. А почему? А за что это происходит? Как сейчас многие не могут понять, почему это происходит? Народ на народ, царство на царство, брат на брата. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, то есть стою перед тобою, а ты только смотришь на меня. ты сделался жестоким ко мне. Крепкой рукою враждуешь против меня. С такими словами Иов обращается к Богу. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня. То есть сил уже не остается. Далее 23 стих. Здесь Иов говорит о том, что он рассчитывал долго жить, но теперь он реально видит смерть у своей двери, как многие люди. Они чувствуют присутствие смерти. 23 стих. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Смерть – это не только то, что ждет кого-то в отдельности, это то, что ждет всех. Тот мир – это дом собрания всех живущих. Как говорил, например, царь Давид, когда он умирал, я отхожу в путь всей земли. Далее. Две вещи принесли ему некоторое облегчение. Первое. Понимание того, что эти беды не последуют за ним в могилу. Действительно, со смертью боль прекращается, страх прекращается, человеческий страх, то, что связано с этой жизнью. Об этом 24 стих. Далее. Его совесть свидетельствовала в его пользу, что в одни процветания он сочувствовал людям в беде. Об этом 25 стих. Это приносило ему утешение. Вот сейчас он страдает, но когда он видел страдания других, он действовал. И это приносит ему облегчение, и оно, конечно, связано с тем, что он понимает, что если есть справедливость, если есть справедливость, то придет утешение для него. 24 стих. Верно. Он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? То есть, когда я умру, рука Божья перестанет нападать на меня, и даже если кости мои будут сокрушать, они не будут кричать. Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? То есть, реально, когда он видел людей в подобном бедстве, он начинал действовать. И, понимая, что справедливость должна быть, он ждет ответную реакцию неба по отношению к себе. Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма, мои внутренности кипят и не перестают, встретили меня дни печали. То есть, это то, чего он не ждал. Он ждал добра, на старости своих лет пришло зло. Он ждал света, пришла тьма. И все внутренности его, они как бы кипят, какое-то жжение, и не перестают это дни печали. Далее. «Я хожу почернелый, но не от солнца, встаю в собрание и кричу, я стал братом шакалом и другом страусом». По закону о проказе он не мог находиться среди людей, поэтому его собрание – это шакалы, страусы. «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя» – цитра – это музыкальный инструмент – «сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным». Толковая Библия поясняет, для Иова не существует теперь радости. Веселая музыка превратилась в горестный плач. Итак, сегодня мы сделали обзор 30-й главы книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 31-й главы этой же книги. Берегите себя и подписывайтесь на библейский портал «Экзогет». «Экзогет».